Здравствуйте, ребята! Я наш урок сегодня хочу начать со сказки «Треугольник и квадрат». Послушайте её, пожалуйста. Жили-были два брата, треугольник с квадратом. Старший квадратный, добродушный, приятный. Младший треугольный, вечно недовольный. Стал расспрашивать квадрат «Почему ты злишься, брат?» Тот кричит ему «Смотри, ты полнее меня и шире, у меня углов лишь три, у тебя же их четыре». Но квадрат ответил «Брат, я же старший, я квадрат». Я сказал «Еще нежней, неизвестно, кто нужней». Но настала ночь, и к брату, натыкаясь на стволы, младший лезет воровато срезать старшему углы. Уходя, сказал «Приятных я тебе желаю снов». Спать ложился, был квадратным, а проснёшься без углов. Но наутро младший брат старшей мести был не рад. Поглядел он, нет квадрата, а не имел, стоял без слов. Вот так месть теперь у брата восемь новеньких углов. Как так получилось? Треугольник срезал. У квадрата уголочки. И один уголочек превратился в два. И у квадрата стало не четыре угла, а восемь. Поэтому тема сегодняшнего урока у нас «Угол, прямоугольник и квадрат». Ты научишься чертеть прямой угол. А что такое угол? Как вы думаете, где у нас встречаются углы? Посмотрите на картинки. Угол стола, об который мы, бывает, ударяемся. Угол книги, тетради. Углы в компасе, когда мы мы ищем север-юг, запад-восток. Углы дома. И углы в доме у нас есть. Посмотрите, в геометрических фигурах тоже встречается угол. Даже в самих названиях посмотрите. Угол, 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 угол и угол. То есть, получается, корень в каждом слове геометрической фигуры есть, корень, угол. У прямоугольника 4 угла. Прямоугольник. У треугольника 3 угла. Четырехугольника 4 угла. А посмотрите ниже фигуры. Чем они отличаются? Конечно же, количеством углов. У шестиугольника 6 углов. У многоугольника много углов. Здесь 16 углов. А у пятиугольника 5 углов. И посмотрите, углы у всех фигур разные. Из чего же состоит угол? Угол состоит из точки, точка О, вершина угла, и двух лучей ОА и ОБ. Это стороны угла. Значит, угол – это тоже геометрическая фигура, образованная двумя разными лучами с общим началом. Мама мой взяла листок и загнула уголок. Угол вот такой у взрослых называется прямым. Если угол уже – острым, если шире – то тупым. Есть три вида углов – прямой, острый и тупой. Мы с ними уже встречались. Вот давайте посмотрим, с какими углами мы знакомы. Очень хорошо с острым уголком знакомы, как стержень у карандаша остренький, когда мы его подточим, как иголочка острая. Также и угол М острый. А вот углы К и Н – они прямые. Как же определить прямой угол? Для этого нам нужна вот такая линейка, которая называется угольник или треугольник. Посмотрите, у нас тут три угла – Н, М и К. Мы должны линейку приложить к одной из сторон угла. Вторая сторона должна совпасть со второй стороной угла. Ну, давайте посмотрим. Если мы приложим к углу Н, то мы видим, что вторая сторона не совпала со стороной треугольника. Значит, она острая. Она спряталась, видите? То есть угол получился острый. Второй угол. Да, смотрим. Сторона угольника первая лежит на стороне угла, но вторая сторона угольника не совпадает со стороной угла. И угол стал больше. Да? Этот угол называется тупым. А чтобы сделать прямой угол, если у вас нет угольника, но мы должны проверить, да, фигуру, есть ли у нее прямой угол, мы должны взять листок, сложить его пополам и еще раз пополам. Когда вы его развернете, то у вас получится 4 прямых угла. Как же обозначается угол? Всегда вершина угла, то есть точка, от которой начинается угол, пишется посередине. Вот так в треугольнике БАЦ угол А вершина, да, БАЦ или ЦАВ угол А будет острым. Давайте откроем учебники на странице 12.13 и позанимаемся в построении углов. Первое задание. Наши герои решили построить план прогулки в лесу. Давайте подумаем, что же им для этого необходимо. Им необходимо нарисовать маршрут, да, чтобы они не потерялись, не заблудились и успешно добрались домой. Для этого им нужен карандаш, линейка и угольник, чтобы в блокноте начертить свой маршрут. Так, давайте мы с вами откроем тетради и начертим прямой угол при помощи угольника. Для этого надо будет поставить точку, приложить угольник и нарисовать первую сторону угла. Вправо прямо рисуем. Потом опять от точки, с которой начинается угол, то есть вершины, вниз ведем вторую сторону угла. Убираем линейку и у нас получился прямоугольник. Давайте поставим видео на паузу, и вы начертите прямой угол у себя в тетради. Так, прямой угол мы научились чертить. А теперь давайте этот прямой угол превратим в прямоугольник. У нас есть прямой угол. Что мы делаем? Теперь внизу прикладываем также линейку угольник и чертим второй прямой угол. Отмеряем одинаковое расстояние, то есть одинаковое длину сторон, верхней и нижней, и получившиеся точки соединяем. И у нас получится прямоугольник, состоящий из четырех сторон и четырех прямых углов. Следующее задание 2. Посмотрите на странице 13. Измерь стороны фигур и построй точно такие же фигуры в тетради. Возьмите линейку в учебнике «Измерьте фигуры» и начертите такие же у себя в тетради. Поставьте видео на паузу. Следующее задание. Назовите фигуры, которые здесь показаны. Измерьте их стороны. Найдите квадрат и начертите его со сторонами на один сантиметр больше данного. Давайте назовем фигурой. Первая фигура – прямоугольник, вторая – квадрат, третья – треугольник, и четвертая – посчитали углы. Шестиугольник. Измерьте сторону квадрата. Два сантиметра, да? А так как у нас у квадрата все стороны равны, и нам надо начертить квадрат на один сантиметр больше данного со стороной, мы должны что сделать? К одному прибавить два, или наоборот, к двум прибавить один, и получим три сантиметра. Ставим видео на паузу и чертим квадрат, равный трём сантиметрам. Я думаю, у всех получился квадрат, и теперь мы будем решать задачу. Напишите в тетради слово «задача» и послушайте её. Во время прогулки Тимур сделал 15 снимков, а Алия на 6 больше. Сколько всего снимков сделали дети? Давайте запишем краткую запись. Тимур сделал сколько? 15 снимков. Вписываем 15 снимков. Алия на 6 снимков больше. Известно, сколько сделала Алия? Неизвестно. Ставим вопросительный знак снимков, а потом пишем на 6 больше. Сколько всего снимков сделали дети? У нас два вопросительных знака, значит, задача решается в два действия. Пишем первое действие. Находим, сколько же сделала Алия? На 6 больше. То есть мы должны к 15 прибавить 6. Самостоятельно выполняем и записываем, сколько же снимков сделала Алия? А потом к 15 прибавляем количество снимков Алии. И мы узнаем, сколько же всего сделали дети. Ставим видео на паузу и решаем до конца задачу. Следующее задание. На прогулке в лесу дети находились 1 час 15 минут. Из них 20 минут отдыхали на привале. 35 минут гуляли. Остальное время собирали ягоды. Сколько времени дети собирали ягоды? Давайте мы запишем только решение и ответ. Находились 1 час 15 минут. Переводим в минуты. В часе сколько минут? 60 до 15. Получается 75 минут. Из них отдыхали 20, гуляли 35. И сколько же они собирали ягоды? Какое решение вы запишите? Давайте запишем выражение. 75 минус 35 минус 20. И находим сразу ответ. Вписываем в ответ. Ставим на паузу и решаем задачу. Ну и последнее у нас задание. Логическое задание. Ручка дороже тетради. А тетрадь дороже карандаша. Что же дороже, карандаш или ручка? Назови предметы и их цены. Давайте подумаем. Ручка дороже тетради. Значит, ручка дороже, чем тетрадь. А тетрадь дороже карандаша. Что же тогда самое дешевое у нас? Как вы думаете? Карандаш, да? И карандаш тогда стоит сколько? Какое число самое маленькое в тенге? 15 тенге, да? А самая дорогая тогда ручка. Она стоит 50 тенге. Ну и тетрадь у нас осталась. Цена в среднее, да? 20 тенге. Эту задачу записывать не надо. Мы ее просто проговорили устно. Ну и что же? Мы сегодня повторили. Какие же углы прямые, тупые, острые? Давайте запишем название углов и выпишем несколько три угла острых, три угла тупых. Например, пишем, что вот этот угол ЛКМ острый, а угол НЕМ тупой. Ставим на паузу и выписываем. Проверьте, ребята, какие у нас прямые углы, тупые углы и острые углы. Ну что ж, сегодня на уроке мы о чем говорили? Об углах. Мы повторили, что такое угол. Какие бывают углы? Какой угол называется острым? Какой угол называется тупым? А чему мы научились на уроке? Самое главное – чертить и определять прямой угол. Спасибо, ребята, за урок. До свидания.